всем привет друзья еще не получается я подготовил разбор из двух матч на лигу чипов у нас уже начинается да с вами получается второй раунд квалификации лиги чемпионов и сразу два матча динамо киев партизан и линклин карабах в этом видео раз подготовил разбор на эти матчи надеюсь максимально на вашу поддержку на своем получать уже рпл до началось и кстати у нас рпл началось очень успешно я уже в моей телеге под сделал до у нас им пока что пока что из а получится 5 прогнозов на рпл 0 минусов получается три прогноза зашли и было два возврата но минус сейчас здесь будет скрешот да это я в телеге скидывал вот кому интересно еще больше вариантов еще больше моих мыслей прогнозов будет моей телеге тоже да плюс экспресс народ кто хочет спрос видите сами да у нас будет очень много матчей в лиге чемпионов квалификации да там порядка 15 матчей в л.ч. есть еще выбрать и кто хочет с пресс там кэф там 10-20 давайте максимально это видео поддержим есть это видно собирает 200 лайков то я для вас сделаю экспресс и что бесплатно для всех сброшу его в телегу ссылка на телегу есть в комментариях переходите да там будет экспресс на лигу чемпионов и дополнительные динары там на фолы на желтым на другие матчи разбора да тоже что дело будет телеге кому интересно ссылка в комментариях жду всех моем телеграм канале знаешь смотрите давайте реально максимально поддержим да кто хочет спрос кто хочет такую движуху надеюсь максимально вашу поддержку и засмотрите получится первый матч это линкольн карабах здесь про и понятно делать даже в томатах карабах явный фаворит у нас кому интересно у линкольна 100 состава всего лишь 2 миллиона евро у карабаха в сравнении до 16 минут евро то есть это восемь раз больше у карабаха 16 у линкольна 2 понятно дело что карабах и по классу и по уровню игроков и по игре гораздо сильнее этого линкольна у нас линка команда из гибралтара команд которая за 10 крайних матчей за 10 крайних матчей пропустился лишь три мяча то есть в принципе да в рамках своего чемпионата гибралтара линкольн но сыграет неплохо в обороне понятное дело что у себя дома не будет операция да это будет матч проходите у себя дома в гибралтаре а вот в этом матче линкольн сам если и забьет то я думаю максим один мяч потому что команда все равно не уровень карабаха да ну и карабах на выезде как по мне прям сильно газовать не будет тем более видите да у нас получается в чемпионате у карабаха перерыв сейчас да они сыграть только товарники вот то есть как бы игровой тонус будет больше ну у линкально в этом плане у него преимущества потому что у карабаха чтобы товарищеский матч и были самый крайний матч они играли до линкольну как можно играть в своей легенда их в официальном очки играет а карабаха только играет товарники в этом плане кашель турниге на преимущество но я думаю это матч в целом голов мало скорее всего а вот карабаху это мочи 1 ну 2 идут прям край забьет чеки литвин играть дома в обороне играть неплохо думаю вряд ли в этом очки на выезде да карабаха Первый матч в сезоне, пусть официальный будет у Карабаха, вряд ли в этом матче они много нас забивают. Поэтому, как по мне, в этом матче вариант самый оптимальный, да, из линии, что нам предлагают, это именно Карабах не проиграет, плюс ТМ3-5 за 1.6, как по мне, вариант неплохой. Мне кажется, вот из всех вариантов, да, которые более-менее за нормальный коэффициент, это более-менее вариант неплохой. 2Х плюс ТМ3-5 на Карабах за 1.6 я в этом матче беру. Напоминаю, что на все эти варианты вы можете загрузить в компании Mailbet, это легальная компания, всем рекомендую, там тут бонус 25 тысяч рублей. Всем новым клиентам, да, на ваше первое пополнение, кто там еще не заехался, кто там еще бонус не забрал, в комментарии будет ссылка, переходите по ссылке, вводите мой код СПР-25 по регистрации, и вам там дают бонус 25 тысяч рублей на ваше первое пополнение. Легальная компания, всем рекомендую, там же сам игра не один год, вот, залетайте, ссылка будет в комментариях, кому интересно, да. И, значит, получится еще один матч, это вот Динамо Киев играет с партизаном. Этот матч он будет проходить в Польше, да, это будет не в Киеве матч, понятное дело. Вот, я в этом матче в целом голов много не жду, потому что у нас и партизан, и Динамо Киев, это команды очень прагматичные, очень низовые команды, которые у нас постоянно играют на счет, да, на результат. Вот, у Динамо Киева нет официальных матчей, у них только товарники, то сейчас у нас не идет, да, УПЛ, Украинская премьерная лига, по понятным причинам. Вот, поэтому в этом матче в целом я голов много не жду, в этом матче, понятное дело, Динамо Киев фаворит, да, потому что они по составу посильнее, у Динамо Киев стоит состав 80 миллионов евро, у партизан стоит состав 37 миллионов евро, вот, как бы, почти в три раза, да, преимущество по сумме состава у Динамо Киева, конечно, посильнее, понятное, делает команда. Многих они, конечно, продали в этом месяц, да, Динамо Киев, но я думаю в этом матче будет голов мало, думал взять 1х335 на Динамо Киев, но там дают котировку очень низкую, поэтому, как по мне, в этом матче, знаете, стоит поверить в партизан, команда, которая, ну, такая, знаете, бойка команда, которая постоянно дает бой всем, да, особенно выездят, они упираются, ставят автобус, и мне кажется, Динамо Киев вряд ли в этом матче прям сильно много забьет, при этом есть шанс, сколько партизанов вполне, на самом деле. Поэтому фора плюс один на партизан за 1.75, как по мне, как бы, котировка очень хорошая для такого события, фора плюс один, если в этом матче будет ничья, либо выиграть партизан, будет заход, да, если в этом матче выиграет Динамо в один гол, будет возврат, в принципе, не расстроюсь, но представь, что в этом матче будет какой-то разгром, там, какой-то в два мяча, в три мяча выиграет Динамо Киев, ну, не прям настолько разный уровень команды, чтобы такое произошло, как по мне. Мне кажется, в этом матче будет счет близкий, 0-0 в этом матче тоже не исключаю, так что будьте осторожны в этом матче на голы, лезть очень-очень опасно, 0-0 в этом матче, как по мне, очень вероятно. Если будет 0-0, у нас тоже фора плюс один пройдет, вот, поэтому такие мы мысли, такие мы варианты, касаемо двух матчей, да, на лягу чемпионов, то бишь на 23 июля. Надеюсь максимально на вашу поддержку, кто хочет справиться, кто хочет дополнительные динары на все эти матчи, в телегу залетайте, ссылка будет в комментариях, на мою телегу, переходите, жду всех именно там. Вот так вот я вам быстренько, вкратце, по делу, да, без лишних слов, без лишней воды, рассказал, что я думаю, касаемо двух матчей на лягу чемпионов на второй квалификационный раунд. Вот, так что, надеюсь максимально на вашу поддержку, ссылка на телегу есть в комментариях, переходите, там будет больше дополнительных вариантов, плюс еще экспресс, да, там 10-20, там тоже сделаю. Фора плюс 1 на партизан, за 1.75, еще раз говорю, и 2х плюс тм3-5 на карабах за 1.6, то есть карабах не проиграет, плюс тм3-5 голов общих в матче, да, за 1.6. Вот, такие мы варианты, все, желаю всем удачи, желаю всех больших побед и всем пока.